Девушки отдыхают Но благодаря своему таланту ему легко удается затронуть даже самые дальние струны души каждого зрителя Герой нашей сегодняшней программы – российский режиссер Константин Харалампидис Если вы впитаете зрителя определенной идеологией на протяжении очень короткого времени, то зритель очень быстро к этому привыкает Я пришел для того, чтобы как-то изменить жизнь к лучшему и мир к лучшему Это было импульсом для меня Темы документальных кинолент и концертов Константина Леонидовича связаны с историей России, греческим народом и православием Он поднимает вопросы, давно вольно и невольно забытые Он произносит вслух то, о чем многие не говорят И каждый свой посыл режиссер талантливо облачает в потрясающее сценическое действие Однако посвящать свое творчество религиозной теме Константин Харалампидис начал уже в зрелом возрасте И причиной этому было полное переосмысление уклада своей жизни Когда сложилась такая сложная ситуация в искусстве, в период перестройки Оставаться в нем было уже сложно, это был первый мотив Второй мотив у нас сложилось так с супругой, что в течение 12 лет у нас не было детей И радости в карьере они ничем не компенсировали ничего Супруга Константина Харалампидиса Светлана также принадлежала к миру искусства Она была актрисой Но страшный приговор врачей о том, что у нее никогда не будет детей, полностью изменил ее мир Она стала ходить в храм и жить по канонам православной церкви Когда она ходила в храм, я почитывал тайны ее книжечки Такие были ликбез православные, тоненькие брошюрки Я это все прочитывал и стал понимать разницу между моей жизнью и жизнью моих предков Если я такой умный, то почему бы я не имею детей? Образ жизни моих предков был совсем другой Они были многодетные, они жили как-то в семье А для меня главное только искусство И приходилось работать в не очень хороших, в не очень качественных спектаклях, кино Все это было ужасно Все это противоречило какому-то внутреннему моему убеждению, внутреннему состоянию А предки мои были такие неумные люди, но тем не менее жили хорошо Все у них было в жизни как-то иначе Именно в этот момент Константину Леонидовичу пришло осознание Что Бог не только в душе И что человеку необходимо ходить на службу в храм, исповедоваться, причащаться и держать пост Этот момент стал переломным в жизни нашего героя А спустя немного времени Константин Харлампидис познакомился со священником Который указал ему путь к обретению отцовской радости Настоятель храма, покрова Богородицы, куда мы стали ходить, с супругой Он оказалось был чадом такого митрополита Иосифа Удивительного, замечательного человека, прозорливого старца Который был митрополитом алматинским и казахстанским Его могилка – это место такого паломничества со всего бывшего Советского Союза Люди приезжают к нему и просят его, обращаются к нему с какими-то серьезными просьбами Почему? Потому что он, когда умирал, он сказал Приходите ко мне на могилку, чем смогу, помогу Так вот, представьте себе, что мы приехали к нему А мы приехали к нему и только просили его на могилке Чтобы он помолился за нас перед Господом и послал нам детей Хотите верьте, хотите нет Мы улетели из Алматы, супруга была беременна Истинное чудо, которое произошло в семье Константина Харлампидиса Окончательно разделило на до и после не только его жизнь, но и карьеру Я как бы дал слово владыке, что я завяжу с такой вот мирской деятельностью Всю свою работу я был направлять, безусловно, на прославление церкви, Бога И я стал заниматься православной документалистикой Десять лет своей жизни Константин Харлампидис посвятил преподаванию культурологии и истории Вселенской Церкви На Богословском факультете Покровского храма при Алма-Атинской духовной семинарии В 2009 году режиссер представил миру фильм «Заилийский фавор» о новомучениках и исповедниках казахстанских За который впоследствии был награжден патриаршем орденом преподобного Серафима Саровского Итогом большой работы Константина Леонидовича стал документальный сериал «Новомученики российские» Много очень мест, очень много святых и людей, которые пострадали И вообще, что такое революция? Ведь там как бы это фильм не только о новомучениках, а именно о том, как зарождается вот это бацилло диссидентства Что заставляет разрушать государство целое и исчезать их И исчезать вообще целым мощным империям государства Вот это большая работа такая Православная тема неразрывно связана с греческой историей Ей режиссер уже посвятил много документальных кинолент, медиапроектов и концертных программ Они рассказывают о судьбе греков исторической области Понт, Советского Союза и России Одна из самых грандиозных работ режиссера – документальная трилогия «От Рождества до Воскресенья» Где автор раскрывает основные вехи истории греков при Черноморье Начиная с момента крушения Византийской и Трапезунской империй Геноцида греков Малайзийского Понта, учненного младотурками Заканчивая сталинскими репрессиями 30-х годов И послевоенной депортацией греческого населения в Сибирь и Казахстан Можно прочитать многотомные труды и ничего не понять о том, что происходит там А о собственной любви и о чувствах, которые испытывали эти люди к своей стране Можно увидеть рисунок и понять всю трагедию этих людей Что для них была Россия И поэтому эти люди имели страшный опыт Они потеряли Трапезунскую империю, если это были греки, да Византийскую империю Совсем недавно они бежали в Россию И вдруг после этого происходит 17-й год Так происходит в рассказе Эвклит Кюрзигис, который читал, да Хусни Исхарова был клостом, да, криптохристианином И, так сказать, тайно исповедовал Христа Затем бежал в Россию И, наконец, обрадовался, что он мог возжигать лампадку, так сказать, свободно, не тайно И тут пришли в Крым большевики И он опять снова молился Богу, тайно возжигая лампадку Документальный фильм получил высокую оценку не только со стороны зрителей На кинофестивале «Евразийский калейдоскоп» работа Константина Харлампидиса была признана лучшей По мнению жюри, в фильме «Красной линии» проходит тема мира и солидарности между народами Также кинолента несет благородный посыл — сохранять и развивать единое культурное пространство Основой концерта Реквиема «От Рождества до Воскресенья» являются не только рассказы о греках-криптохристианах Тексты старца Паэся-святогорца и «Жития святых» Константин Леонидович делится со зрителями и судьбой собственной семьи Харлампидис — это подлинная фамилия моих предков, да? Но мой отец, мой дед, они родились с фамилией Кутагой И я, собственно, родился с этой фамилией И только в 2000 году я, так сказать, взял свою подлинную фамилию Харлампидис Я помню рассказы моего отца, стариков, да? Я всегда их как-то внимательно слушал Почему-то меня это очень впечатляло, когда мне рассказывали о тех событиях, которые были в Турции И как они, так сказать, жили уже под гнетом турок Более того, как мне отец рассказывал, как они жили здесь, в Геленджике До, так сказать, их отъезда в Казахстан И вот эти рассказы, они как-то так вот ярко воспринимались мной, да? И я тогда все время думал, ну вот как бы была бы камера И все бы это за впечатление Поэтому это желание заниматься профессией Оно было обусловлено именно изначально, вот как бы болью моего народа Вот это было основным толчком Сценические работы Константина Харлампидиса Это сочетание музыкальных выступлений, прозы и кино В его концертах охотно принимают участие звезды кино и телевидения Ученые, врачи, спортсмены и даже космонавты Византийскую империю могущественное, сильное государство Историки нередко сравнивают с кораблем, который путешествует по свету И несет вместе с покутным ветром, наполняющим его паруса Идеи вечности, добра Режиссер стремится, чтобы зритель после каждой просмотренной его работы Пережил долгожданный катарсис Нравственное очищение и возвышение души через искусство Все это является идеологией, как только это выходит в свет Оно формирует сознание Сознание людей Это воздействует на человека А вы понимаете, да, что воздействовать можно и позитивно, и негативно Иногда после просмотренного фильма Человек выходит и говорит, как замечательно у меня на душе Он не анализирует, он не понимает, что именно воздействует на него После какой-то хорошей советской камине Человек выходит и он легкий Что-то в душе его происходит такое хорошее А иногда человек попадает в глубокую депрессию, посмотрев ту видную картину Раньше кинематограф брал из жизни образы и переносил их в кино А сейчас настал другой период, более страшный и опасный Люди берут и копируют некую модель из кино, да, взаимоотношений Поведенческую какую-то манеру, да, они берут из кино Поэтому главная задача, которую ставит перед собой Константин Харалампидис Привлечение внимания к своим документальным фильмам и концертам детей и подростков Он убежден, что в современном мире, который наполнен сомнительным контентом в интернете И низкокачественными аморальными произведениями киноиндустрии Граница между добром и злом становится менее контрастной А добродетели подменяются пороками И в этой ситуации молодежи очень сложно не свернуть с правильного пути Вот эта степень ответственности художника, она должна всегда быть, да Она должна всегда присутствовать у человека И поэтому, так сказать, очень важно людей ориентировать и понимать Научиться разбираться, что можно смотреть, а что нельзя Что может повредить психику человека, да Ведь это касается абсолютно всех видов искусств В 2015 году свет увидел работу режиссера, посвященную патриотическому воспитанию Это нужно не мертвым, это надо живым Так Константин Харалампидис назвал международную российско-казахстанскую мемориальную акцию Которую провел на родине в Алма-Ате С тех пор темы, связанные с подвигом советского народа и Красной Армии В годы Великой Отечественной войны автором еще не раз были освящены Если б не было войны, сколько бы могло родиться на свет детей Великих ученых, врачей, писателей Если б не было войны, сколько бы было неразрушенных семей Сегодня на одной сцене с Константином Леонидовичем охотно выступают родные дочери Они, как никто, понимают, какую роль их отец играет в судьбе подрастающего поколения В деле сохранения родной греческой культуры и развития православия в стране Константин Харалампидис — это истинный созидатель и достойный сын своего народа И мы им гордимся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова